Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. Постоянно возникает вопрос, Алексей, а можно ли у вас купить бабочку? Нет! Нельзя у меня купить бабочку. Бабочки с клинками до 9 сантиметров, они глупые, никому не нужные, а те, которые нужны, стоят много денег. Те, которые имеют клинок больше 9 сантиметров, они запрещенные, они даже не холодное оружие. Их просто нельзя! Не существует разрешения на нормальную человеческую бабочку в нашем любимом государстве. Но есть бабочки, которые покупать нужно и можно. Вот такие бабочки расчески, например, вот такие бабочки гаечные ключи, даже бабочки открывашки покупать можно, если, конечно, найдете. Не у меня. На днях увидел бабочку-ножовку. Да, были большие садовые такие бабочки-ножовки, а тут полноразмерная вот такая вот бабочка с обычным ножовочным полотном и даже нанесенной линейкой. Смешной девайс, попасть по пальцам точно неприятно, но если найдете, рекомендую приобрести штука ржачная, гопники в темном дворе точно повеселятся. Компания Zero Tolerance в новинках показала ZT900. Это вот такой вот титановый клоп. Всего-навсего 7 сантиметров клинка, S35VM на клиночке, титан на рукоятке, хороший, интересный, очень такой крепкий, здоровый ножик. Стоит 240 долларов. Когда появится в России, непонятно, на бруталике, скорее всего, его не будет. Но если кому доведется подержать в руках, очень рекомендую. Я люблю маленькие ножики, не люблю их по таким ценам, но маленькие люблю. Мне нравится. Если доведется, полапайте, пощупайте. Мало ли кому-то западет в душу, приобретайте. Zero Tolerance хороший, уверенный производитель. Мои постоянные зрители уже подхватили эту замечательную волну и присылают мне всякие безумные фотографии, как, где, кто изуродовал колдскил. Сегодня победитель хит-парада это Voyager Tanta. Да, да, вас зрение не обманывает. Это было Voyager Tanta. Теперь это в клип переточенный Tanta со спиленным болгаркой обухом и выведенным вейвом через отверстие, в котором был шпинек. Короче, ребята из очумелых ручек просто вот плачут над тем, что было сделано и кусают локти, почему они это не придумали в 80-е. Повторюсь, так над колд стилом издеваться не надо. Найдете что-нибудь еще ржачное с колд стилом, присылайте, обязательно расскажу в новостях. Дорогой друг Нажиман, подписывайся на мой канал, смотри на живые новости два раза в неделю и ищи меня в соцсетях. Хэштег Бруталика всегда меня найдете. Подростки всего мира, да и не только подростки, регулярно сейчас рубятся в Counter-Strike и задолбали меня полностью вопросами по керамбиту из этой игры. Да, конечно, на Брутальке существует нож-керамбит, который называется Ханшу, который сделан именно под игру CSGO. А сейчас, так как школьники тяжело покупают всякие железные предметы, они начинают умудряться их делать. Вы не поверите, в каком виде появляются эти ножи. Мало того, что существуют отличные 3D-модели и для 3D-распечаток можно скачать макеты, можно распечатать на 3D-принтере, специальной конторе, где вам это сделают за небольшую денежку. Вот такой пластмассовый керамбит. Они умудряются его выпиливать из дерева. Потрясающее видео видел на днях юношам, лобзиком, как вот прям как я в школе из фанерки, лобзиком долбят. С моей фотографией у меня с сайта стянутой фотографии Ханшу, приклеена на фанерку и он его пилит. У него получается деревянный керамбит Ханшу. Вот такой вот керамбит у него получается. Хорошо, у кого нет лобзиков, вы не поверите, они из бумаги их режут. Берут пачку бумаги, вырезают 57 раз, склеят между собой, чтобы толстая рукоятка получилась, тонкий клинок, потом его красят гуашью и на полке начинает красоваться замечательный керамбит из этой безумной игрушки. Честно скажу, полный дурдом. Хотя увлечение, наверное, есть. Пусть любовь к ножам прививается хоть через компьютерные игры, хотя я, честно говоря, это не очень одобряю. А еще это не одобряю, когда из тех же самых Ханшу, которые стоят 2-2,5 тысячи, но максимум 3, начинают вытягивать какие-то абсолютно безумные деньги только за счет славы этой игры. Увидел в сети вот такой раскрашенный Ханшу. Также акриловыми красками его взяли, раскрасили, поставили ценник 5,5 тысяч, написали, что это керамбит из игры CS GO. И мало того, что это нож раскрашенных цвета, он еще идет и в ящике для хранения. Инструментальный ящик из Максидома, тоже с наклейками CS GO. Вот ящик, вот хранение, вот вам настоящий игровой артефакт. 5500 и это керамбит ваш. Вот такой вот безумный бизнес на керамбитах цветет на просторах нашей Родины. Мало того, что меня по жизни интересует и татуировочная тема, и всякий боди-модификацион, меня еще очень сильно из вот этой современной безумной какой-то культуры сильно притягивает стилистика стимпанк. Стимпанк это такие гаечки, болтики, шестеренки, наклеенные на всякие хитрые девайсы. Понятное дело, я не хожу в гоглах по улице, но всякие вот интересности, сделанные руками для того, чтобы сидеть у нас в карманах, меня, конечно, привлечают. И замечательные фотографии я тут увидел в сети. Это стимпанк вип-категории. Ван Барнет делает безумные ножи в стиле стимпанк. Это дамаск, это золото, и все выточено до миллиметра. Вот такая вот красотища просто вот в каждом кадре. Сколько ни возьми, глаза квадратные. Все вот шестереночка к шестереночке. Шикарные, великолепные, интересные ножи. Ван Барнет, этот мастер. Погуглите, посмотрите. Интересное направление. Абсолютно бесполезное. Но чертовски, чертовски красиво. Глазая по ютубу, в очередной раз посмотрел замечательного обзорщика Ernie 0066. Очень известный на живых кругах обзорщик. Интересные ножи регулярно показывают. И тут у него в руках оказался тоже стимпанковый ножик. Штефан Штейнгервальд сделал замечательный нож в стиле стимпанк. Очень интересной конструкции. Это фолдер, у которого изменяемая длина рукояти. В тот момент, когда нож открывается, рукоять из длины превращается в короткую. Вот та самая пропорция, за которой гонятся все складишечники. Не очень кайфово выглядит нож, когда рукоять сильно длиннее, чем клинок. А тут технически сделано так, что раскладываясь, эта рукоять сжимается чуть ли не вдвое. И получаются очень красивые, очень интересные пропорции этого ножа. Вот такой вот Штефан Штейнгервальд, вот такой обзорщик Ernie 0066. Изумительный, замечательный, интереснейший нож. Кстати, этого Штейнгервальда имеет смысл поискать в ютубе, потому что ножей этих у него далеко не один. Очень интересное направление. Рекомендую посмотреть. С вами снова был Алексей Пономарев и рассказывал вам про ножевые вкусности. Knife News. Два раза в неделю. Субтитры сделал DimaTorzok